Дорогие друзья, я приехал в Красноярский край, Багучанский район, поселок Гремучий. Здесь до концерта я посещаю детей войны и сейчас отправляюсь в гости к замечательным людям, чтобы узнать у них, что они помнят с тех военных годов. Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! Мы пришли пообщаться с Ириной Александровной. Не ругайся, мы с хорошими намерениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ирина Александровна, я к вам сегодня приехал за 4000 километров, из Кирова я к вам сюда на... Какие земляки? Я из Кировской области. А откуда вы? Я Яранский район. Ой, так это туда, в сторону Мариэл. Да. Вот я к вам приехал узнать, что вы можете вкратце рассказать о тех военных годах. Отец Рыжаков Александр Ефимович, ушел на войну, сразу же, как началась война, и провоевал не очень долго, в 1942 году, от него уже пришла похоронка. Так что мы жили без отца, у нас было двое детей, двое старикой, мама у нас была самая главная. Ну, жили в Кировской области, сами знаете, как жили, очень бедно. Не хватало нам ничего, хлеба не было, собирали картошку, пошел в год его, и это настанет траву всю, и беду. И здесь-то как оказались в Сибири? А в Сибири я, значит, как, с Кировской области, ой, если бы вам рассказать, так я ехала, это вам надо потом еще бутылку поставить, чтобы меня остановить. Ой, как я не пью. Я шучу. Вот. Значит, я жила в Кировской области, училась в школе, все. В восьмом классе я вдруг бросила школу, восьмой класс. Пошла работать в колхозе. В колхозе поработала, потом сама решила, мама, я пойду учиться. И пошла, а от своих удостоверстников я отстала на один год, но все равно ума хватило, я пошла учиться. Закончила там девять классов, а тетя моя, отцовая сестра, она уехала в Бийск Алтайского края. Вот я ей давать писать, забери меня отсюда, а паспорт не давали же тогда, справки никакие не давали, чтобы из колхоза не уезжали никуда. Я поехала туда без документов. Мне знакомые, а родственники говорят, да езжай, что ты доедешь как-нибудь. Собрали всем колхозом, мне там все деревни, денег на билет в общий вагон, деревянный чемодан мне, вот такой здоровенный, вот такой вот там книжки одни, два каких-то платежка было там мне. И все, мама меня проводила там, сколько там лет, 12 километров на лошади, потом меня на попутку посадила на машину, я поехала. Поезда в жизни не видела, нигде никогда не бывала. Я поехала. А там деревни все, там бабушки, они письма всем писала, там это ребятам, в армию своими сыновьям. Они меня провожали в всей деревне, мне говорят, ты только ни с кем не разговаривай, сразу пойму, что ты из деревни, чемодан у тебя отберется. А чемодан у меня деревянный, деревянный и сверху замок еще вот так вот висит. И вот здесь вот какой-то ключ, прямо гвоздь вот так расплюшнятый и у меня вот тут вот потайной карман, у меня там ключ от этого чемодана. Все, если бы я поехала автобусом, меня бы на вокзал привезли, а я на попутке, он остановился где-то посреди поля, высадил нас всех там, кто наверху на мешках ехали с зерном. Я не знаю, куда идти, не знаю, в какую сторону, боюсь куда-то пошевелиться, думаю, действительно, сразу меня поймут, что я из деревни никого не знаю. Я стою чемоданчиком своим деревянным, подходит ко мне мужчина, говорю, девочка, ты, наверное, не знаешь, куда тебе идти. Ой, думаю, ну все, чемодан заберет, сейчас все заберет. Я стою, вот так отвернулась от него, подходит женщина, говорит, девочка, это мой муж, мы поняли, что ты не знаешь, куда идти. А мне куда уж деваться делал к вечеру. Я говорю, да, я не знаю, пойдем с нами, мы тебя довезем до вокзала, ветер, чемодан, куда ты едешь, в Алтайский край. Да как ты доедешь, не знаю. Ну все, привезли меня на вокзал, он меня подвел к милиционеру и говорит, ни к кому не обращайся, только к милиционеру. Он сказал ему, что я еду туда-то, чтобы он меня поставил в очередь, он меня поставил, билеты кончились. Ирина Александровна, может быть, вы хотите какую-то любимую песню услышать? Любимую? Под гармонь прямо дома у вас. Даже сразу, сразу не придумаешь какую-то. На дорожке-то как, подожди, я забыл. На муромской дорожке? Да, да. На муромской дорожке? Ну давайте споем. По муромской дорожке стоят и со сны. Прощался со мной, милый, до будущей сны. Прощался со мной, милый, до будущей сны. Он клялся и пожил, одно меня любит. Наталья на сторонке, меня не позабыть. Однажды мне приснился такой ужасный сон, Что, милый мой, женился, нарушил клятву. Я у ворот стояла, когда он проезжал. Меня в талпе народа, он взглядом отыскал. Увидел мои слезы, глаза он опустил. И смешно догадался, что жизнь мою любит. Ну хочется вам пожелать здоровья, в первую очередь. Счастья и всего самого наилучшего. Слава людям войны Бабучанского района Красноярского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова